друзья приветствую константин из питера передал очередные образцы в данном случае это масло nissan motor oil 540 полнозольная cncf a3 b4 и ниссанский допуск из nissana juke тринадцатого года но вот эти данные я позже приведу когда буду проверять отработку а сейчас создам эталон эталона данного масла у меня нет поэтому приступим создал естественно заранее болваночку сейчас обновлю спектр вот уже пошло пошел процесс смотрите эстеров вообще не видно никакого горба здесь нет абсолютно я сейчас выделю диапазон и покажу вам даже что там вообще просто ноль вот посмотрите 1720 ну и там просто погрешность там 1 сотая может быть далее подкорректирую данные которые сместились в результате обновления спектра выбираю данное масло выбираю параметры по которым будет анализироваться лимиты ну и смотрите противоизносных присадок в 68 процентов достаточно низкий уровень учитывая что эстеров нет это такой показатель очень нехороший я бы сказал значит обычно эстеры заменяют частично здесь этого нет сейчас подкорректирую гликоль подкорректирую сажу и обратите внимание такого я еще не видел кислотное число 1 и 2 это очень низкое кислотное число она косвенно тоже говорит о том что пакет очень сильно урезан и щелочное 8 и 1 значит у меня здесь сразу сомнение возникло что это полнозольное масло 8 и 1 это слишком низко для значит полнозольника вот да сейчас немножко еще подправлю воду такое примерно вот создал эталон но сомнения значит повторюсь и поэтому я нашел у себя в запасниках такое же масло приобретенные в магазине все масла интернет магазин это питере он не был никогда замечен в поставках подделки и сравню с только что созданным эталоном вот это масло и смотрите какая ситуация 149 процентов по противоизносным присадкам совершенно другая картина 1 из 6 кислотное и 10 и 1 щелочное вот это да вот это абсолютно вписывается в параметры полнозольника то есть здесь понятно 149 не обращать внимание потому что значит от 69 то короче кто соображает математики поймет что эти уровни одинаковые 32 от 68 и 49 от от 100 далее значит я решил сравнить оба масла видно что это не оригинальное масло в канистре было вот я нижнюю значит ванночку заливаю а верхнюю заливаю оригинальное из магазина все масла посмотрите даже по цвету они отличаются оригинальное более концентрированное и давайте посмотрим и посмотрите оригинальное более жидкое учитывая то что здесь измерение проходили про при комнатной температуре я могу практически с 95 процентной уверенностью сказать что в канистре поддельное масло и она 1040 это полусинтетика вот такая канистра значит мне константин привез ее посмотрите выпуск середина восемнадцатого года то есть как бы по этикетке вроде все нормально вот образец свежего и отработкой именно из этой канистры приобреталась на всем любимом экзисте в общем то так не знаю я не специалист по канистрам тут есть другие специалисты вот антон в частности мои гт но тем не менее значит это уже не первый и посмотрите какая еще история не вытащить носик видно да что это палево возможно когда пытаешься вытащить носик вырывается крышка значит возможно что канистра оригинальная но никаких проверочных кодов тоже нет подделана именно крышка с носиком то есть это не оригинал видите да значит старая партия возможно для того чтобы поддельщики убеждали людей притупляли как бы внимание что это старые партии проверочных кодов нету и вот такой уже была такая ситуация из москвы присылали тоже старые канистры с рынка и они тоже были поддельные обращайте внимание на даты если старая канистра то лучше как бы остерегайтесь так давайте приступим проверки отработки вот видите информацию джук тринадцатого года все описание не буду его зачитывать прибор проверяет частицы чистоту окон измеряет фон и вот сейчас я закладываю масло сейчас посмотрим что намеряет в данном масле а по маслу просто блин посмотрите какая ситуация уровень противоизносных сто пятнадцать процентов но я потом сделаю акцент я понял здесь открытие для себя сделал сейчас только что ни трава не нарастает видите здесь кислотная растет в принципе чуть чуть выше чем обычно хотя и пробег в общем-то 351 моточас и щелочной еще живой ну просто обалдеть автомобиль в основном используют для поездок на дачу то есть режим такой нормально видно по средней скорости 30 километров в час но не сам мотор свежий всего семьдесят семь тысяч пробега значит видимо вот такой достаточно легкий режим эксплуатации повлиял на то что даже вот такое какое-то стремное подозрительное масло я думаю это что-то типа синтека универсала что-то вот из такой серии очень недорогого с допусками с g sd старого такого древнего дешевого заливают просто в канистру и продают и смотрите да есть сильное разжижение больше 50 процентов вот отсюда и противоизносная присадка повышенный уровень в отработке то есть много топлива попадает в масло видимо здесь проблема есть форсунком потом потому что режим эксплуатации такой достаточно щаящий да не забывайте кстати отметить видео подписаться кто не подписался два-три раза шутка нажимать колокольчик так не пропустите новые видео сейчас покажу вам ресурс это какая-то фантастика я не знаю как к этому относиться но это лишний раз если данные верны кстати разжижение влияет на корректность результата как указывает производитель оборудования прибора то есть чем сильнее изменена вязкость тем естественно сильнее погрешность будет потому что топливо находящийся в масле влияет на спектр этого масла но вот такая ситуация 475 моточасов нитрование ну фантастика то есть это лишнее подтверждение тому что исправный мотор может даже на каком-то масле низкого качества достаточно долго и прекрасно ходить в общем-то влияют естественно условия эксплуатации и нюансы по мотору его состоянии и всякие там факторы такие да кстати воздушный фильтр здесь используется оригинальный nissan видно даже было что по по нитрованию здесь особо проблем нету пробег небольшой у мотора 77000 оригинальный фильтр то есть здесь по нитрованию значит практически 700 часов машина могла на этом масле отъездить ну вот небольшой такой закулисьем заглянули обращайте внимание если старые очень партия старая канистра это может быть на мой взгляд фактором поддельного масла в данном случае видите да ну не совсем жестко обошлись с владельцем то есть хотя бы моторное масло залили в канистру вот хоть и дешевая но смысла переплачивать нету на летом можно спокойно купить такое масло 1040 и катать его вот что тут еще можно сказать вот и ну понятно что если в очередной раз подтвердил звание стрёмной торговой площадке уже не первый раз были видео кстати по nissan но именно возможно мы имеем дело с одной и той же лабораторией в кавычкой которая производит масло nissan ну вот такая ситуация благодарю константина за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данные видео благодарю за это пишите комментарии что вы думаете по этому поводу свои мысли размышления значит берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока